МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер в эфире вести Карачаева-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Коротко о главном. Карачаев-Черкесия заняла шестое место в России по итогам реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. К столетию нашего земляка, герой Советского Союза Мурата Карданова, прошло мероприятие, посвященное его памяти. В Донбай завершалась декада спорта и туризма. Заряд бодрости и адреналина получили спортсмены на целый год. Карачаев-Черкесия заняла шестое место в России по итогам реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Напомним, для решения задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, в 2014 году по становлению правительства Карачаева-Черкесии утверждена республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилья на 2014-2017 годы. В соответствии с ней в 2014 и 2015 годах переселено 870 человек из 53 аварийных многоквартирных домов. В 2015 году сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома в Усть-Жигуте и Чапаевском. Ключи от новых квартир получили 100 семей. В 2016 году в Черкесске и Усть-Жигуте введены в эксплуатацию два многоквартирных дома этапом программы 2016-2017 годов. Расселено 43 человека из двух аварийных домов в Карачаевском городском округе. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи прошло мероприятие, приуроченное к столетию со дня рождения Героя Советского Союза Мурата Карданова. Друзья, коллеги и потомки Мурата Асхадовича рассказывали о боевом и трудовом пути нашего земляка. Светлана Акбаева подробнее. Памятное мероприятие начали нетрадиционно. Всем присутствующим в зале Центра военно-патриотического воспитания молодежи продемонстрировали фильм «Звезда-героя», специально подготовленный к столетию со дня рождения нашего земляка. А юные поисковики рассказали об основных этапах его жизни. Служил Мурат Карданов на Дальнем Востоке, где и застала его Великое Отечественное. Он бесстрашно воевал с врагом, а бойцы смело следовали за своим командиром, говорили со сцены. Вскоре указом Президиума Верховного Совета за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм гвардии старшему сержанту Мурату Карданову присвоили звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Он участвовал в боях на Карельском фронте. И при переправе за реку Янгеля, за умилое командование взводом и за то, что он двое суток удерживал высоту, попутно захватив плен финского генерала и карты штаба и сам приказ о наступлении финской армии. Можно процитировать. Там написано «За умилое командование взводом, за умилая организация боев товарищ Карданов был представлен к званию Героя Советского Союза». О звании Героя Советского Союза боец узнал уже в госпитале. После длительного лечения с 1948-го лейтенант Карданов в запасе затем в отставке. Встав в ряды тружеников тыла, Мурат Асхадович добросовестно работал на благо своей малой родины. Собравшиеся говорили о необыкновенной скромности, трудолюбии и отзывчивости Героя Советского Союза. И даже когда учащийся школ просили рассказать его о Великой Отечественной, признавался – война – это очень страшно. Знаете, один раз только я помню, что он все же рассказал, он смотрел фильм о войне по телевизору. Вообще человек неплаксивый, у него навернулись слезы, а там был жуткий такой кадр расстреливали в деревне людей, детей, в общем, женщин. И он говорит, вот так мы зашли в одну деревню, и первое, что мы увидели – распятую девушку на кресте. Она была учительницей. Его жизнь оборвалась ровно 30 лет назад, в январе 1987-го. Память Мурата Карданова почтили минутой молчания. Людмила Муратовна поблагодарила собравшихся за трогательный вечер, за то, что ее отца помнят и чтут. А юному поколению выступавших желали стать достойными последователями своих легендарных земляков. А затем все вместе – родные и близкие герои, коллектив центра, поисковики и учащиеся школ Черкеска – отправились в Парк Победы. Там они возложили живые цветы к могиле герой Советского Союза Мурата Карданова. Светлана Акбаева, Алибек Кишеров, Вести, Карачаево-Черкесия. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя села Первомайска и Малокарачаевского района Халита Узденова, советшившего убийство 24-летнего земляка в октябре прошлого года. В ходе распития спиртных напитков на пуче уже неприязненных взаимоотношений возникла потасовка, переросшая в драку. И Халит Узденов, взяв в руки топор, нанес не менее трех ударов обухом топора в район головы, в область головы уже своего товарища. Но в результате, как потом установила уже экспертиза, и наступила его смерть. В настоящее время предварительность лица по делу окончена полностью, база доказательства собрана досконально, и дело перенадо для рассмотрения уже в суд по существу. Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, особенно в зимний период. Туман, скользкая дорога и нарушения ПДД стали причиной еще одного ДТП на 46-м километре автодороги Лермонтов-Черкеск в Прикубанском районе. Столкнулись автомашины «Алифан» и «КамАЗ» с прицепом. В результате данной автоаварии травмы получил пассажир легковушки, он госпитализирован. А в ДТП в Черкесске пострадало 5 человек. Водитель автомашины ВАЗ-21099, 47-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения по улице Ленина и допустил столкновение с автомашиной «Мерседес» под управлением 38-летнего жителя села Важное. В результате ДТП в республиканскую клиническую больницу были доставлены водитель и четверо пассажиров ВАЗ-21099. По данным УКИБДД, место ДТП не является очагом аварийности. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомашины ВАЗ-21099 были доставлены к ХРБ с различными травмами. Среди доставленных в республиканскую больницу было двое детей. На момент совершения ДТП дети находились в транспортном средстве, не пристегнутой какими-либо удерживающими устройствами. Сейчас настало время погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков. Завтра в Карачаево-Черкесии без осадков и ночью и утром туман. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-8, а днем плюс 1-6. В горах ночью до 13 градусов мороза, а днем минус 4-1. На дорогах ночью и утром местами гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5-7, а днем 4-6 градусов тепла. Продолжаем выпуск. В Карачаево-Черкесии на первой неделе 2017 года отмечено снижение заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями, говорят в Роспотребнадзоре республики. Эти показатели ниже эпидемиологического порога. Самый низкий уровень заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет. По данным мониторинга, за период с октября 2016 года было обследовано 177 заболевших и обратившихся за медицинской помощью. Специалистами выделено 60 штаммов вируса А и 1 штамм гриппа группы В. Выделенные штаммы были включены в состав вакцины против гриппа в этом году. Несмотря на снижение уровня заболеваемости, профилактика ОРВИ и гриппа по-прежнему актуальны, говорят сотрудники Роспотребнадзора. Ношение масок, масочный режим для тех категорий населения, которые входят в группы риска по осложнениям, получению осложнений заболеваний. Я отмечу, что к ним относятся люди старшего возраста и люди, имеющие хронические заболевания. Для лиц старшего возраста рекомендуется в данное время не посещать людные места, уклониться от посещения таких мест, где много очень людей, там те же рынки, магазины, общественный транспорт и так далее. Для школьников тоже очень актуальна профилактика, это ношение масок, это профилактический прием противовирусных препаратов. Утренние фильтры нельзя допускать в коллективы детей, которые имеют признаки заболевания. Это режим дезинфекции и режим уборки, режим проветривания в коллективах соблюдать. В Крачево-Черкесии эпизотическая ситуация. По птичьему гриппу также остается стабильной. Случаев заболевания не выявлено, рассказали в управлении ветеринарией. Для предупреждения вирусной болезни в городах и районах Крачево-Черкесии пройдет бесплатная экстренная вакцинация домашней птицы. Самая важная мера при профилактике данной болезни – это изоляция птиц, подчеркнули специалисты и содержание домашней птицы в условиях, соответствующих ветеринарно-санитарным нормам. Сотрудниками МЧС России по Крачево-Черкесии за время новогодних праздников была проведена работа по обеспечению безопасности жителей республики и туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах региона. За это время серьезных происшествий спасатели не зарегистрировали. В период каникул были проведены и инструктажи по профилактике пожаров на объектах туристических комплексов. Также, как отмечают МЧСники, с начала 2017 года было всего зарегистрировано 5 пожаров и 8 дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого были проведены профилактические мероприятия на горнолыжных курортах. Работа по обеспечению безопасности туристов проводилась и на горнолыжных курортах республики. Было усилено дежурство спасателей Домбайского и Архыского поисково-спасательных подразделений Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. Сотрудниками МЧС проводился мониторник и патрулирование горнолыжных склонов. Туристам оказывалась необходимая помощь. В эти дни на курортах круглосуточное дежурство несли и оперативные группы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской республике. Сотрудники, входящие в состав оперативной группы, проводили инструктажи и беседы с отдыхающими, доводили прогнозы погоды на предстоящие сутки и напоминали о номерах экстренных служб. Вот уже более 10 лет родители добровольцев, воевавших в Абхазии, получают именные презенты от правительства Братской республики. В этот раз они порадовали абхазскими мандаринами, вкусовые качества которых известны по всей стране. На сегодняшний день в Республиканском союзе добровольцев состоят более 100 человек. Каждый год получаем. Это, конечно, приятно. Приятно и родителям погибших, наших боевых товарищей. Мы адресно раздаем. То, что остается, мы раздаем в такие учреждения, как «Дом ребенка» по Парговой, потом «Надежда». Домбай привлекателен во все времена года и не только для туристов. В известном на всю страну курорте часто проходят масштабные культурно-массовые мероприятия. Так, в рамках декады спорта и здоровья состоялись соревнования по зимним видам спорта, в которых приняли участие около 500 участников из различных городов и районов республики. Алла Качева подробнее. Это мероприятие направлено на то, чтобы больше людей приобщить к спорту, к здоровому образу жизни. И где, как ни в Домбайе, можно приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Получить заряд бодрости и порцию адреналина здесь можно круглый год. Свежий горный воздух, изумительный пейзаж, возможность покататься на санках, лыжах и сноуборде. Заместитель министра спорта России Марина Томилова, приехавшая в горнолыжный поселок, отметила, что декады проходят по всей стране. И очень важно, чтобы у каждого человека была возможность заниматься спортом. Отрадно, что в Карачаево-Черкесской республике динамично развивается спорт, строятся спортивные сооружения, развивается активно туризм. Поэтому надежда, конечно, у нас всегда на молодежь и на чуткое руководство наставников. Дружите со спортом, пусть сегодня победит сильнейший. Получите удовольствие от активной организации декады спорта и здоровья в Карачаево-Черкесской республике. Нет сомнений в том, что туризм, спорт и молодежная политика – это три смежные отрасли, которые не могут существовать отдельно. Молодежь должна быть спортивная и заниматься туризмом. Вы – то будущее поколение, которое должно развивать и Карачаево-Черкесию, и Российскую Федерацию. То, что молодежь Карачаева-Черкесии спортивная и хочет вести здоровый образ жизни, доказали все участники декады. Как известно, занятие спортом способствует как физическому, так и интеллектуальному развитию. Чему способствует занятие спортом, как по твоему мнению? На здоровый образ жизни. Не закурить, не запить. Более 500 детей из городов и районов республики состязались по классическому бегу на коньках, скоростному спуску на санях, саночном биатлоне. Юные спортсмены показали хорошие результаты и по стрельбе из пневматического ружья. Ну а неотъемлемая часть соревнований – горные лыжи. Любителей этого вида спорта среди детей оказалось большинство. На лыжах кататься весело. Общаешься с друзьями – это интересно. Гожные лыжи мне нравятся, потому что на них очень весело, быстро, скорость я люблю. Вот так весело и задорно прошла первая часть декады спорта и здоровья в Донбайе. Хорошему настроению также способствовал концерт артистов эстрады Карачаевского городского округа. В завершении мероприятия участников и победителей соревнований наградили кубками и грамотами. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Донбай. Ежегодная всероссийская акция «Декада спорта и здоровья», стартовавшая в Донбайе, успешно завершилась. В городах и районах прошли состязания по различным видам спорта. Всего в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях приняли участие около 8 тысяч жителей Карачаева, Черкесии. Таковы вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите сериал «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова